Здравствуйте, друзья, на нашем YouTube-канале. Мы сегодня находимся на набережной города Мерсин, друзья. Многие уже знают, какая у нас замечательная набережная. Очень зеленая, очень красивая. Вон там дальше скрылась Мерсин Марина, яхт-клуб. Это у нас студенческая библиотека, друзья. На самом деле чудесная набережная, друзья, я бы сказал. Есть беговые велодорожки, пешеходные дорожки, прогулочные. Я не знаю вообще, зачем Варламов начал негативить о нашей набережной. Но тем не менее, он сильно ошибается. Он просто не успел побыть вот в этих местах. Но сейчас суть не об этом, друзья. Я решил записать это видео для того, чтобы объяснить моменты, новые новости по Турции, которые многих шокировали на самом деле. Это был такой сильный шок для кого-то о поднятии оценки ВНЖ до 200 тысяч долларов и выше. Учитывая, что это не экспертная стоимость, а именно стоимость в ТОПУ должна быть выше 200 тысяч. То это на самом деле не сильно радует. Но есть и свои плюсы. У нашей компании есть большое портфолио квартир именно для ВНЖ, которую стоят 150-160 тысяч евро. Квартиры это 3+, 4+, а то и 5+. Мы подбираем специально такие квартиры, в которых легко можно получить ВНЖ. ВНЖ именно по ТОПУ, я имею в виду. Также очень ликвидная недвижимость под гражданство. Так как все заметили, что внезапно и неожиданно подняли получение ВНЖ по ТОПУ до 200 тысяч долларов, скорее всего, в скором времени ожидается поднятие планки под гражданство. Не 400, а как раньше было, миллион долларов. То есть Турция потихонечку отказывается от зарубежной инвестиции. Я пройду эту музыку, друзья, а то Ютуб могут не пропустить. Здесь есть такие вот глупости, нюансы в Ютубе. Из-за вот этой музыки. Одно мое видео уже не пропустило из-за нарушения авторских прав. Нажимаю на паузу, друзья. Тут проходит свадьба. Так, друзья, мы уже отошли. Также идем по набережной. Учитывайте, друзья, что набережная Мерсина, это 17 километров вот такой вот зеленой площадки вдоль моря полностью. С беговыми и велодорожками. Вот такие благоустроенные парки. Представляете, да? Длину 17 километров вдоль моря. Это сколько? Ну, это так, чтобы те, кто не знает, возможно, узнал сейчас. Так, друзья, мы остановились под инвестиции, инвестиции под гражданство. Так вот, мы можем подобрать вам трех, четырех, пятикомнатные квартиры стоимостью 150-160 тысяч евро. И получить по нему всей семье ВНЖ по ТАПу. То есть, а как это будет делаться, можете связаться с нами, мы вам все объясним. И подберем ликвидную недвижимость. Вот. Также, друзья, в приоритете под гражданство есть инвестиционные варианты в новостройках, в которых есть застройщики, в которых в ТАПу указывают полную стоимость. Тем самым, вы можете получить и ВНЖ в будущем, и паспорт турецкий. Вот. Еще что хотелось сказать, друзья. Также будут дальше ликвидны и актуальны в любом случае, как и в любых других городах Турции и вообще в любом, в любых странах, да, всегда ликвидны это малогабаритные, да, или малокомнатные квартиры. То есть, один плюс ноль, один плюс один и два плюс один. То есть, однушки и двушки, они в любом случае будут всегда ликвидными. Так как они имеют возможность для летнего отдыха и даже зимнего, когда, допустим, в Сибири очень холодно, а здесь зима вот как сейчас. А сейчас у нас... 18 октября, суббота, 23-й год. Это вот до сих пор мороженое продается. Бабушки сидят, вкусно кушают. В общем, недвижимость в Мерсине, друзья, она актуальна, как никогда. В любом случае, это самый дешевый регион, дешевый город. Здесь дешевые продукты. Если сравнить их с той же Турцией, Анталией, Аланией, Стамбула, может быть. Вот. Многое здесь намного дешевле. В будущем, дай бог, электричество еще будет дешевле. А на днях откроется международный аэропорт Чукурово, так как скоро уже столетие государственности Турции. И с этой даты как раз будет открытие аэропорта. Квартиры, друзья, у нас в Мерсине 1 плюс 0 от 38 тысяч евро. 1 плюс 1 от 48 тысяч евро. 2 плюс 1 от 78 тысяч евро. 3 плюс 1, 90 и плюс. Дальше. То есть, можно многое найти в Мерсине. А для жизни сам город, сам город, инфраструктура вообще обалденная, друзья. Надеюсь, я смог вам все показать, смог вам рассказать. Если что, пишите в комментариях. Буду рад вам ответить в комментариях, подсказать, где-то помочь. Добро, оно возвращается, друзья. Так что, делайте добро. И живите там, где вам будет по кайфу. Всего доброго.